Ну вот давай, будем говорить на тему того, что ты мне вчера сказал. Сказал я тебе что? Что мы на твою пенсию не выживим. Ты опять заговорил о переезде нам в Беларусь. И у нас уже этот разговор как-то был. Ты сказал, что меня здесь не бросишь, и что ты будешь учитывать мои тоже как бы приоритеты, то есть мои интересы в том плане, что... Ну, во-первых, если я поеду в Беларусь, в Украине меня объявят врагом народа, потому что Беларусь союзничает с Россией, потому что продолжается война Украина-Россия. Света, это же может быть еще не сейчас, а через 5 лет, через 3 года. Когда я на пенсию уйду, и будем смотреть дальше... Но ты на пенсию уходишь уже в следующем году? В этом году я ухожу на пенсию. В октябре или в ноябре. Тем более. Ну я же еще буду работать, буду получать пенсию, и буду работать, чтобы мне на Беларусь оплатиться, чтобы будет чуть-чуть легче уже. То есть ты не хотел, чтобы я работала? Ну, будем откровенно говорить. Ты мне говорил... Ну, у тебя не получается пока. Нет, ты мне сам сказал, сиди дома. Да, но тебе видишь, что прислали документ какой-то? Что у тебя никаких поинтов никаких нету, в принципе тебе не положено. Ну вот я тебе объясняю. Если мы с тобой проживем 10 лет, а мы с тобой официально в браке 7 лет, 8 год, то тогда мне будет положена либо половина твоей пенсии, какая-то часть. После моей смерти? А после смерти уже вся пенсия. Но мы не знаем, кто из нас раньше уйдет. Поэтому я об этом даже думать не хочу. Я тоже об этом даже думать не хочу. Ну, в любом случае, если мы с тобой будем в браке 10 лет, я буду иметь, насколько я знаю, половину твоей пенсии. Это во-первых. Я таких законов не слышал, Света. Во-вторых, ну, в любом случае, мне будет 62 года. А в январе, через некоторое время, там через несколько лет, если я доживу, мне все-таки пойдется тоже пойти в социальные службы, оформлять свою пенсию. Ну, они же тебе написали на твоей бумажке, что у тебя выход на пенсионный уже 67 лет написано. Ну, 67 лет, да. Они меняют эти сроки, эти даты. Каждый год добавляют, добавляют и добавляют. Раньше женщины уходили раньше, чем мужчины. Сейчас у меня написано было 66,8. А у тебя уже стало 67 почему-то. Ну, или в 65 можно уйти, или в 67. Но, в любом случае, мне этим вопросом, опять же, если я доживу, да, придется заниматься. Ну, это надо заниматься, да. Ну, тебе могут просто отквалифицировать, скажут, что ноль. И все. Ну, или ноль, или какая-то социальная будет помощь, или что. Вот этого я не знаю, будет ли социальная помощь. Но, слушай, вот так вот все бросить и поехать в Беларусь, и ты, например, переезжаешь в Беларусь, я здесь остаюсь, да. Либо я еду в Беларусь, где у меня нет ни родственников, это чужая мне страна, ни друзей. Зато из Беларуси близко до Польши, до Варшавы. И что? И тогда в Украину меня, если война продолжается, вообще не пускают. Потому что я въехала на вражескую территорию. Такие законы в Украине. Я тебе не говорю, что мы сейчас едем, Света. Мы поедем, когда... Может, когда моя машина уже 10 лет набегает, когда мне не скажут, что больше на ней выбора нельзя ездить. Тогда, чтобы новую не покупать, может быть, тогда подумаем что-то. Или, может, подумаем... Тут продаются такие дешевые дома, называется Mobile Home. Mobile Home. Вагончик на колесах который. Они их составляют два вместе, там могут быть четыре комнаты, три комнаты, джакузи, все, что хочешь, там можно сделать. Есть разные варианты. Если такой купить, тогда можно и здесь жить. Потому что, я думаю, он будет стоить недорого. Банку ничего платить не надо будет. И нам будет хватать заработков на все, на проедание, на еду, наверное. Ну, можно любой дом поискать. Даже в других штатах есть дешевые дома. Можно так посмотреть. В том же Детройте там... Нет, Детройт там такой криминал, что туда ехать не надо. Ну, я тебе говорю, например. Лучше купить этот Mobile Home новый. Или у кого-то перекупить звук, которому года два-три. Чтобы там все было чистенькое, свеженькое. Понимаешь? Я понимаю. Я просто хочу, чтобы ты понимал. Ты политикой не интересуешься. Я постоянно слежу за этим. И Бога молюсь, чтобы война эта закончилась. Потому что мои руки связаны полностью. Понимаешь? Я надеюсь, что эта война когда-то закончится. Потому что я не могу не выехать ни в Польшу, ни в Беларусь. Если я поеду в Польшу, я должна буду поехать в Украину. Потому что у меня в Украине есть люди, которых... Я не могу вот так вот в Польшу приехать и не заехать в Украину. А тебя могут не пустить еще. Я не знаю, что меня ждет в Украине. Я могут впустить, а потом не выпустить. А в том-то и дело. Поэтому туда лучше не соваться. А в том-то и дело. Поэтому туда лучше не соваться. Приедешь в Польшу, позвонишь людям своим... Своим людям из Польши, поговоришь по телефону и все. А не, я так не могу. У меня нет права такого. Света, но не обязательно их посещать, чтобы тебя там арестовали. Ты это, об этом думаешь? Что потом будешь делать тогда? Адвокатам платить, чтобы тебя выпустили? Этого не надо. Даже рисковать не надо. На Украину тебе нельзя, пока война не закончится. Ты уезжала оттуда как? Как политический беженец. Значит, ты что делала? Поливала на Украину. Ну вот пока все это продолжается, я ни в какую Беларусь не поеду. Я тебе не говорю, что надо ехать в Беларусь сейчас. А я не знаю, может ты пойдешь на пенсию и поговоришь со своим братом и скажешь, все, мы или я один уезжаю. Я тебе не скажу, что я один, я тебя не оставлю здесь. У тебя не будет здесь средств к существованию. Как я могу тебе одно оставить? Ну вот у меня тоже вопрос, если, допустим, ты уезжаешь один, я здесь остаюсь, а... На хрена я потратила 7 лет... Зачем? Как ты можешь платить все за то, что ты... Мы здесь живем, покупаем продукты, платим за дом, платим за кредитные карточки. Дохода у тебя нет. Как ты будешь жить, если я уеду? Я же тебе одну не оставлю. Ну вот я хотела это услышать. Я тебе говорю, что я тебя одну не оставлю здесь. Но вот так вот... Хорошо, если прижмет, и что туда ты мне скажешь, что туда тоже нельзя, значит я буду... Из мяса выражения жопу рвать, чтобы за все заплатить. Либо будем здесь искать дешевле жилье. Пока такая ситуация, я никуда не поеду. И пока я не решу свои социальные вопросы, в том числе в США. Потому что на хрена я вкалывала в этом доме, не работала. Я могла бы жить где-то в Нью-Йорке, куда я собиралась переезжать. Это большой город, я бы гораздо быстрее там нашла и работу, и социальную поддержку. Но ты бы замуж за меня не вышла. Ну я бы не вышла за тебя замуж, да. Может там бы кого нашла. Поэтому если ты меня собираешься вот так вот знаешь как-то или бросить, или самому уехать в Беларусь, и не учитывать мои интересы, то я задаюсь вопросом, а на хрена 7 лет я вот вкалывала в этом доме, на что я силы и время положила. Я тебе сказал, что я тебе одну здесь не оставлю. Все. Скажешь, будем здесь сидеть. Будем жопу рвать дальше. Потому что ни в какую Беларусь я сейчас не готова ехать. Я тебе не говорю, что сейчас надо ехать. Я вообще пока что на сегодняшний день не готова туда ехать. Я понимаю, у тебя там брат и родня, а я еще боюсь такой вопрос у меня. Ты туда приедешь, будешь жить на американскую пенсию, как ты вот вчера мне сказал буквально. Лежать на диване, спиваться, я тогда бутылку у тебя вообще с рук не заберу. Там куча твоей родни, со всеми надо выпить, потом ты лежишь на диване, у тебя пенсия есть, ни хрена не надо делать. И мне потом смотреть, как ты дальше канаешь с этим алкоголем. Не-не-не-не, такого не будешь, не волнуйся. Так если здесь вот столько проблем. Уже нема таких проблем. Уже все хорошо. Я надеюсь. Ого, все хорошо, я работаю, мама. У меня мозги включаются периодически. Все, у меня мозги включились на работу. Мне сейчас месяц надо работать. Мне надо закрыть весь месяц, постараться. То есть, ты, например, если оформишь пенсию, ты мне не скажешь такого. Значит, вот у меня пенсия там, допустим, ну, какую тебе там начислят. На эту пенсию мы не выживем, и все. Либо мы едем в Беларусь, либо я сам без тебя еду в Беларусь. Не скажу я тебе такого. Я просто хочу знать. Я тебе сказал, если у тебя есть в голове такие мысли, значит, я должна буду думать, что мне делать дальше, и как мне жить дальше, и где. Ты живешь здесь пока вместе со мной. И ничего думать не надо. Чтобы не было каких-то сюрпризов. Никаких сюрпризов не будет. Никто никуда не уедет без тебя. То есть, мы будем это вместе решать. Да, мы будем это вместе решать. Я тебе еще раз говорю, на сегодняшний момент я ни в какую Беларусь не поеду. Я все понял, мам, и выключай. Я тебя не агитирую даже. Ты мне вчера это сказал. Я сам не хочу туда. Пока. Только, может, на старость идет, когда под 90 будет, нет? Чтобы там помереть. Ну, я надеюсь, до этого момента хотя бы все уладится в мире, и война закончится. Ну, я тоже так надеюсь. Чтобы, например, ты мог поехать на родину, и я могла с тобой вместе и в Беларусь поехать свободно, и в Польшу к детям, и заехать в Украину, и будут учтены мои интересы в том числе. Не только твои. Ты меня слышишь или нет? Я тебя слышу. Меня интересует, что это у Буси такой. Откуда у него такой... А, это ж я ему... А посмотри-ка, он уже часть сгрыз. Откуда у него такой... Это... Какая-то колбасина, откуда у него такая колбасина появилась? Она на что-то похожа, правда? Да, она на колбасину похожа. Я думаю, что это он носит во рту. Страшный ужас. Это Дэвид принес, помнишь, когда он пакет сунул по дверь соседа. Это Дэвид такую принес? Да, и она была очень жесткая. Ну, в общем, я ее вчера творила. И она все равно жесткая, и думаю, что Бусик не будет ее есть. Ну, уже есть. А вот он схватил ее и грызет. Такая... Ой, Господи. Вот такая... Я думаю, что за писюнище такой лежит. Да, на что-то похоже. Бананище такой. Я думаю, если он не будет это грызть, то диким животным выброшу. А вон он взялся. Ладно, ну, в общем, ты меня немножко успокоил, потому что ты мне вчера это ляпнул, что ты в Беларусь поедешь. И я целый день ходила, об этом думала. Успокойся, маме. Могу давление померить, хочешь? У меня есть прибор. Ну, мне это как бы не смешно. Давление могу померить, хочешь? Не надо. Не надо. Тогда все хорошо. Мне просто нужно было с тобой поговорить. Не спокойно, мамечка. Ты. И чтобы ты понимал, какая ситуация, в принципе, сейчас в мире, недавно я слышала, вот даже какие-то нотариальные услуги, Лукашенко, да, ваш этот батька? Да, батька наш. Он сказал, чтобы делать какие-либо документы, нужно ехать в Беларусь и все это делать на территории Беларуси, что здесь, на территории чужой страны, допустим, вот в США, да? Ты эти документы не сделаешь, в том числе ты, я не знаю, или сможешь продлить даже свой паспорт. Какой? Белорусский? Белорусский. Он у меня просрочен уже 15 лет. То есть ты будешь в Беларусь как въезжать, собирался ты? Как буду въезжать? Буду въезжать, как американец. Вот. И послушай меня. А как американец скажешь, что ты американский шпион? Ничего не скажешь. Батька принял указ. Олег мне говорил. Он разрешает всем иностранцам со всех стран мира въезжать в Республику Беларусь без визы. Самое главное, чтобы только заселялись в гостиницу и выкладывали свои доллары. На это у них имеется, по-моему, то ли одна неделя, то ли две недели. Каждый может ехать без всякой визы. Батька издал такой указ. Света, поставь пепельницу поближе, пожалуйста. А мне люди написали, что нас в Беларусь не пустят, как граждан США. Ну, мой брат там живет, он же читает законы, знает лучше, чем твои люди, которые тебе написали. Ну, вот нужно все это промониторить. Дал указ, что все иностранцы, кто хочет посетить Республику Беларусь, имеют право беспрепятственного, безвизового въезда. Ставится, штампит фаспорти, что ты въехал в Республику Беларусь. И иди, иностранец, иди снимай гостиницу себе в Интуристе. Ну, в общем, если у тебя... Плати валюту за отель, плати за ресторан и за все. Покупай шмотки. Ну, смотри, если у тебя будет большое желание там навестить брата, своих родственников, я не буду возражать, но ты поедешь один. Ты можешь съездить там. Я не могу один поехать сейчас, у меня денег нет, у меня, чтобы поехать, мне надо на билет, мне надо здесь на все же работать, Света. Я не могу, у меня нет столько финансов, чтобы поехать. Мне здесь надо закрывать все дырки. Ты знаешь, какие у нас с машиной долги. Там еще люди добрые написали, ой, у них все там хорошо. А я недавно делала видео, в какие долги ты влез, 14 тысяч только за ремонт машины заплатил. Такие добрые есть зрители у меня на канале тоже. Они думают, что мы тут сидим. Вот у нас дерево растет, а на нем вместо листьев американские доляры. И мы их стрижем и складываем у кубышку. И там какая-то женщина спросила, Света, как вам, ну, есть, ну, как называется, поддержка канала на YouTube, да? И она спросила, как тебе деньги переслать из России или это возможно, да? Потому что сейчас санкции. И там какой-то ей отвечает, у нее все нормально. Она живет лучше, чем ты. Ей деньги не нужны. Да, откуда ты знаешь, может, эта женщина, ну, как бы, в России тоже есть немало богатых людей. И они уже за меня расписались, как я здесь живу. И как нам здесь, как ты сказал, деревья растут, доллары на деревьях. Ну, вот такое мне еще пишут. Да, писать, то есть. Бумага все выдержит. Ну, да, интернет имеется в виду. Так что вот так я с мужем поговорила, он меня немножко успокоил, потому что я себе места не находила. Я себя еще накручиваю и переживаю за все, за всех. И за детей, и за ситуацию в Украине, и вообще, как все это будет. И за мужа, и за собаку, за всех. И за себя. Ну, вот так вот. Ну, все, выяснили. Все выяснили. Буся тут виснет на домой. Буся, подожди, сказала. В общем, мой муж меня успокоил, потому что, как я говорила как-то в предыдущем видео, о плохом легче думать. Я себя уже так накрутила, что думаю, все. Он сейчас оформляет пенсию свою, через пару месяцев. Ставит меня перед фактом, что едет в Беларусь, а как же я. А я здесь остаюсь одна, потому что ехать с ним я сейчас просто не имею морального права, скажем так. Не перед собой, не перед своими детьми. Ну, и по многим другим обстоятельствам. То есть, для чего я здесь, в США, столько мучилась и столько пережила, чтобы на все забить и, как бы, ехать вслед за мужем. Ну, мы, наконец-то, все выяснили. А, еще был такой комментарий у меня. Знаете, как бы ты была украинкой, ты бы размовляла украинскую. Вот в том числе поэтому я уехала из Украины, чтобы мне не тыкали, якою мовую мне не размовлят, и украинскую я обчила самостоятельно. Вот. Поэтому я здесь, в США, где могу попросить, например, переводчика в каких-то госслужбах, где, например, везде пишут как на английском, так и на испанском. И меня здесь никто не ущемляет, ни мои соседи, никто, якою мовую, я бы размовляла. Поэтому у меня русскоязычный канал, ну, потому что я так решила. Вот. Ну, слава богу, знаете, как я себя накрутила вот по поводу того, что мне муж брякнул. То есть он сказал, не подумал, мы все выяснили, и, по крайней мере, дай бог, чтобы было здоровье, и несколько лет мы должны здесь все-таки еще прожить, а потом уже решать, куда ехать, зачем и на каких основаниях. Вот, как-то так. Даже можно купить какой-то дешевый дом в другом штате, вот, и все-таки здесь продержаться. Ну, будем думать о хорошем, жить надеждой, и, повторюсь, не только я, многие-многие люди мечтают о том, чтобы война закончилась наконец-то. потому что это не только где-то там происходит. Это также влияет на жизни многих людей. Где им жить, как им жить, куда им ехать, куда им нельзя ехать. И вот это вот все, знаете. Потому что кто-то зарабатывает деньги на всем этом конфликте военном, а кто-то просто, ну, как бы, не имеет возможности посетить своих родственников, свободно переехать в какую-то страну, либо что-то планировать в своей жизни, знаете. Поэтому все это крайне тяжело, но... Главное, что у меня есть человек, который меня понимает, вот, и который меня готов выслушать на сегодня. Что будет завтра, посмотрим. Берегите себя, своих родных. Пусть будет мир. Увидимся. Не жалейте тайки. Всем пока. Пока.